Доброго ППС и Бандит, с вами снова Ашус Fallout 4 продолжается Я тут за кадром пошел продаваться этому молодому человеку И знаете, что у него нашел? Оказывается, ну, то, что на военную форму тоже можно одевать эти комплекты брони И они будут довольно-таки жесткие Если прокачать на вместимость, то 200 увеличивается И, собственно, армянская форма дает и силу, и ловкость В какой смысл? Ну, не дает она, конечно, так, там, пару защиты, да, сопротивляемость урона Но в целом-то все ловкости спешилы важны Так, ну и у нас почти левел Я очень долго думал, что же все-таки я хочу Потому что, как вы помните, у нас с вами билд такой Всего по чуть-чуть Решил я все-таки попрощаться с лазерным оружием Да, я попробовал его, да, ну-ка, мне пригодилось, чтобы хотя бы генератор поставить в хату Но на этом, пожалуй, мое знакомство с лазерным оружием закончится Потому что хочется уже как-то вот именно Если точно, хочется вот этот вот револьвер заградить келоговский, чтобы он ебошил Да и, в принципе, построить уже со стрелковых автоматов Потому что стрелковых автоматов, в принципе, не только Томпсон А Томпсон, как известно, не считается Ладно, давайте пойдем посмотрим, что нам там за подарок уже такие сделали Встретимся с Хэнкоком А, еще надо с Хэнкоком сходить в образе плащад, точно Давайте все по порядку Сначала пойдем заберем подарок Пикмана Потому что он давно меня уже говорил, пойти его забрать А, он даже где-то здесь, снизу Ладно Походу, опять по катакомбам сейчас пробежимся Посмотрим, что кого, посмотрим, что куда Броню, кстати, градить тоже прикольно Начинаешь ее градить, там похоже Вот очень на скрим системы похоже Прям вообще капец Только дополнительно к скримовской закалке брони Там еще и уникальные свойства Медленнее передвигаться Ну, тише передвигаться в стелсе Дарова, браток Легкая сверхпрочность Каждая какая-то хрень Кстати, собака, я тебя разгрузил или нет? Пес, иди-ка сюда Я, по-моему, забыл тебя разгрузить Решил поскорее начать Да? Да, я не разгрузил собаку Ну да ладно, я все равно заберу подарок и пойду Так, приятного аппетита, господа Начнем эту серию с поедания мелкой сошки В этом морморе, кстати, не должны меня сильно пробивать Даже на выживании Ну реально, когда закроу, там просто куча дефа Вот в голову я могу выходить пиздоле Но я не могу отказаться от двух восприятия Все, от защиты головы Так А, вот мой подарок, он здесь Картина? Мой подарок, это картина? Пикник для Стэнли Активировать У-ля-ля Пикман Маленький засранец А я у него ключ могу использовать Благодарность на записка Клинок Пикмана Ни хрена себе Очень быстрый нож Цели получает 25 дополнительного урона Кровотечения Чувствую, этим оружием мы и будем орудовать в ближнем бою Красава, он как знал Что мне нужно оружие, которое быстро фигачит Так, ништяк Крышка Легкая затененная металлическая броня Вот эту боевую броню можно взять И благодарственную записку Конечно мы почитаем его записку От маньяка маньяку Завидите, как классно солнце сейчас падает А на Б Она где-то здесь Так, давайте Спасибо, убийца И кровью Ты моя лапа, пожалуйста Хороший парень Тот самый парень Пикман, да? И он мне еще и покушать оставил Ну ты посмотри Собака так смотрит, но это Ты шибанутый Нет, пес, ты прекрасно знаешь Что самое Оно, кстати, уже мясо-то протухло слегка К сожалению Теперь надо к Хэнкоку в образе плаща подойти Затребовать с него как можно больше деньжат Такс Тот же тюхтя расклеился Я хожу и собираю сейчас просто награды за свои квесты Кстати, почти левел И сейчас мы будем уже качать стрелковое С лазерным прощаемся Да, было весело Да, оно и джебошит Но хочется все-таки вот старые добрые пули Пули, патроны там 10 мм и прочее С автоматов, со снайперов, с дробовиков Да и в принципе, мы очень много с лазерного оружия стреляли Настало его время пойти погулять Несмотря на братство стали От братства стали, у меня супер кувалда останется Хотя я хочу пороть всех ножов Слышишь, блядь Ты не в того парня, вы обыгрыше, родненький Ага Тут какой-то гуль стоит И это тот самый, по-моему, гуль, который дал мне этот костюм Кажется, его зовут что-то вроде Кентаг Ну я забыл Шляпу стремлюсь, черный костюм А, ну и все, да? Я готов? Нет, я в черном... Где моя одежда плаща? Броня плаща Есть, да? Вот он я, да Красавчик, шарфики Кент Дело сделано Нормально Я вскрыл его И даже съел Или нет, он был отвратительным Давай, денежки Ты меня использовал Работа? Ты уже делал много работы, но... А, Кент, мой человек Угу Пытали тебя Ну, а ты думал, это реально мир Я супергерой, да? Не лезь на рожон Поддержу, парни Видите, я поддержал парня А теперь давай деньги Работа мою радиостанцию Если я сделаю прогресс Хорошо, с этим закончили, да? И у нас новый левел Фаренгейт Классная, кстати, погоняла У телохранительницы Ханкок Я думаю, с тобой мы сейчас Затирать не будем Но мы точно прокачаем Стрелковое оружие И пойдем прямо сейчас Вместе с вами грейдить Да Это я люблю Кстати, колитесь тут Че, Ханкок? Что скажешь? Ну, ты со мной не хочешь разговаривать Понятно Извините Извините Понятно Давайте быстренько пойдем глянем И с чем можно всегда За фаст-тревелинг Добро соседства Ой, блядь, какой наход Добро соседства Мы сейчас с ним В Санкчуаре И в Санкчуаре У меня очень много хлама Говно всякого Туманчик Туманчик опустился Старая добрая силовуха Чувствуешь запах свободы Да, есть такое Минутку Я что-то упускаю из виду Где-то здесь оно было Да, вот он Такс Эх, лазерный карабин Я так долго потянутый был На 38 урона Это не серьезно Так, клинок ассасина Он уже заточен Максимально Поэтому лучше из него Уже ничего не стерк Из этого ножа Дальше Дальше Пистолет Келлога Ресивер А я не могу Собственно Делать нормальный ресивер Могу только пока Укрепленный Сделать Увеличение урона Для этого мне потребуется Болт клей Это у меня там будет Ствол Уже пиздательший ствол Рукоятка Уже охуенный Прицел Да прицел мне не нужен Я буду шерифом Это в городе Действительно, что мне нужно Это ресивер сделать Закончили с ресивером Понятно Снайперский карабин Что я могу сделать Отрегулированный Фанатик оружия 2 Вот интересно Калиброванный ресивер Что меняется Превосходный урон Большой урон Точность критических атак Ну просто Точность критических атак Он повысит А урон останется тот же Хотя Подсчет Точность критических атак Они что бывают Не точные Ладно Ствол Облегченный Длинный Или полированный Длинный Слабая отдача Уменьшение отдачи Низкая точность Пристрелять бедра Но это тоже можно Оставить пока Снайперская ложа Естественно Большой объемный Магазин Тоже хорошо Длинный прицел А какой еще Можно поставить Вы видите Даже здесь наука нужна Так что Наука 1 Это я неплохо придумал Длинный прицел Разведчика С лазерки Длинный ночной Короткий прицел Разведчика Средний ночной Ну просто длинный прицел Тоже хорошо Нодульная насадка Штык Компенсатор Глушитель Все говно Глушак Глушак можно будет Потом поставить Нужно будет фанатик оружия 3 Значит со снайперкой Мы едем Мы даже ничего По моему там не ставим Ей Да Мы ничего снайперке Не ставим Совершенно Боевой дробовик Ресивер Автоматический Бронебойный Тактический Вот какой я хочу Бронебойность Увеличенная дальность Усиленный ресивер Не я хочу усиленный Смотрите 75 дэмэджа Превосходный урон Да Определили Чувствительный Усиленный ставим Надо ебошить Ладно Че я Че я собственно Начинаю Поехали Поехали делать Все сразу Пока Ну че У меня еще Склад Говна Есть В даймонд сити Решил я На серии Покрафтить Думаю Вам тоже Будет интересно Из каких Соображений Я делаю Некоторые вещи Подробнее Ой Давай-ка Я просто Возьму Пока что Все А потом Сохраню Весь хлам Да Там Наверное Веса Достаточно Нет Ты смотри Да 397 Всего Хорошо Что идти Недалеко Голимая броня Рейдеров Помните Ядерный блок Можно снять Кстати С себе Одно Если вдруг Че Пусть будет На крайний случай Так Блядь Не к тому станку Засада Броня Это уже готова Броню Я уже скрафтил Вот он Станочек Собака Неси меня Блядь Я не хожу Гравитация Будь проклят Кто ее придумал Клинок Пикмана Келлобовский Поехали Укрепленный Ресивер Сказанно Сделано А у нас Усиленный Ресивер Странно Я нажим Ладно Бог судья Написано Нужен фанатик Оружия Третий Видите Просто Я не знаю Каким образом Это произошло Так Ну поехали Пистолет Келлоба Стандартный Ресивер Укрепленный Ресивер Усиленный Ресивер Хочется Конечно Наверное Усиленный Укрепленный Сделать Да Усиленный Я не могу Ладно Го Укрепленный Укрепленный Готово Просто там Был баг Как вы видели А баг Это плохо Утяжеленный Ствол Уже есть Рукоятка Удобная Прицел Нам не нужен Ну Кое-как Он теперь Стреляет Дальше Стрелковый Мощный Карабин Мы не Грейдим Супер Молт Мы не Грейдим Крепленный Друг Мы ставим Туда Ресивер Посильнее Усиленный Нам не хватает Масла Нужно Два Масла Пробить Сейчас будет Это я сделал Короче Ребят Не буду Никого Утомлять Это было Очень долго Заняло Это минут Тридцать И я Просто Пробегусь По результатам Всего Начнем С простого Я положил Сюда Свой Снайперский Карабин От него Решил Отказаться И сделал Вместо него Автоматическое Оружие Так Погнали У нас есть Мощный Боеводровый Рик Я заменил В нем Ресивер Собственно Поставил Укрепленный Больше Я просто Не могу Сделать Наверное Сильнее Могу Сделать Бронебойный Но это Самый Сильный Урон Который Я могу Себе Позволить В дальнейшем Можно Будет Еще Сделать Что Немного Улучшенного Для этого Нужно Фанатик Ружие Потом Прокачать Ложа И Ложа Сделал Хорошую Все Пистолет Был Поменен Ресивер На Укрепленный Может Я даже Попал На Серию И Я просто Не поплю Поэтому Повторю Прицел Не ставил Потому что Это все Таки Нормальный Такой Револьдер Мощный Снайперский Карабин Без Изменений Практически И Вот Стрелковый У нас Получается Автоматический Носит Малурон Но он Прошлось Отдать Я Закупил Комплект Ресурсов Да Я знаю Что это Дорого Но Проверим Клинок Пока Но Просто Я Потом У них Уже Не буду Нуждаться Я Купил Самые Полезные Самые Четкие Да С клинком Будет Хорошо Все И Давайте Наверное Чистить Склады Этот Склад Еще Не Зачистил Нарисован Как Зачищенный Придется Неужели Там Зарезались Дайте Ко Поехали Затестил Наш Автомат Написано Что Мне Нельзя Заходить Я Вам Покажу Нельзя Заходить Я Захожу Куда Хочу Еще Парочка Ходит Давай Ниггер О Тихо Тихо Дай Проверить На Тебе Блять Как Он Дамажит Не Спеши Родной Все Будет Гэнгстаз Прямо Разборки Терь Разборки Пошли С Автоматическими Стволами Его Конечно Хорошенько Так Подергивает И Патроны Улетают Хорошо Но Он Именно Штурме Не Заменил Может Драбан Взять Я Не Знаю Попробуем Новый Драбан Которого Семь Струна Я Полутаю Все Быстро Уверенно Сейчас Со Снайперки Бум Это Обычный Гангстер Я Тоже Все Прекрасно Понимаю Они Даже Не Крутые Все Это Вообще Кстати Все Правильно Да Все Правильно Так Угасятся Опять Слушайте Я Здесь Уже Был Я Это Помню И Очень Это Странно Так Надо Посмотреть Не Наебашут Ли Меня За Это Грязный Полосатый Костюм Патрон Пистолет Пулемет Который Может Будет Тоже Потом Попользовать Посмотрим Что Из него Делается Но Мне Карабин Пока Всем устраивает Потом Можно Будет Еще Длинный Ствол Поставить Это Поставил Короткий Чтобы Отдача От бедра Была Поменьше А потом Можно Поставить Длинный Штыковой Снайперский Снайперская Шняга Пистолет Мятая Шляпа Я Серьезно Здесь Уж Бля Ты Смотри Все Таки Что Новое Здесь Положили Такое У меня Дежавю Да И В принципе Я уверен На серии Было Упаковка Изоленты Стоит Смотри Наверное Не обидится Что я тут Вскрываю Как бы Склад Я конечно Понимаю Они тут Вообще Без меня Неизвестно Что делали Но Да Не обидится Я скажу Я ничего Не знаю У меня Опять же Очень много Светили Что я Ничего Не делал Рулеты Бешумные Калиброванные Кстати Да Глушак Потом На снайперку Я хочу надеть Глушак На снайперку Будет Очень Сильно При хорошем Ресивере Пистолеты Пулеметы Калибры Грязные Полосатые Костюмы С этим Мы практически Завершили Радиации Б еще Подлечиться 50 калибра Пули Кстати О Настольный Вентилятор Хотя Я в ресурсах В ближайшее время Нуждаться не буду Единственное Что я буду Брать Сюда Это клей Клей И масло Вот это Хрень Никогда Не стареет Лампа Пакет Для внутреннего Вливания Смотр Радыкс Ладно Возьму Потом Волью В себя Так Ну-ка Оп Не хочу Я Рыскать Там Канистра И сегодня Стремно Взорвется Давайте Проверь Нет Или же Я высадил Слишком Мало Она Только Что Рванула Блять Без Шуток Все-таки Взорвется Недурно Изолента Естественно Серебряные Карманные Часы Ни к чему Ни Общие Не пригодились Я думаю Потом Для каких-то Лазерных Пушек Или прицелов Или для Плазм Потому что Я Кроме Как Продать Их Пока Применение Не вижу Так Ключевой Момент Я просто Зашел Как охуявший В склад В который Нельзя Заходить На меня В обиде В обиде Сразу свет в лицо. Не люблю свет в лицо. Он даже не успел среагировать. Автомат рулит, да ёптвы. Мы, по-моему, вообще с автоматического оружия сейчас стреляем в первый раз, правда? Не-не, мы стреляли. Оп, пустая масляка. В ней всё равно есть масло. Мы стреляли, я помню. Чистота, чистота. Пойду. У меня всё равно скрытности никакой. Можно вообще было одеть силовую бронёную. Она здесь рядом будет исчистить. До свидания, ублюдочные. У меня сзади прижали. В этой хуйне много патронов. 40 штук. Они через стену подсвечиваются довольно удобно. Я воспользуюсь таким преимуществом. Давайте ещё от бедра поставляем. У меня всё-таки короткий ствол специально для этого. Не всегда, думаю, голова отлетела. Свежать, и ну поем. Как-то чувствуется больше, знаете, больше именно давления у меня появилось. Теперь я могу просто продавливать. Как с дробовиком. Когда я использую автоматически. Граната, блядь, или что это было за звук? Или я пнул просто. То, что не надо. Крышка, патрон, гладкоствольный, сгнённая броня. Можно спать. Соединено с бобами. Да, предлагают мне уже выйти. Видимо, этот склад также зачищен был. Вот так просто. Вот так лихо, без напряжений. Стелс я не качал, поэтому его я пользоваться не буду, плюс во мне этот самый. Хорошенько я бронированный, короче. Даже на такой сложности выдерживаю. Печки по себе. Такс. И ещё. Я хотел, знаете, что зарядить. Я думаю, что чистая одежда. Я видел, просто есть не чистая, а есть обычная военная одежда. У меня грязная. Грязная даёт одно. Мне кажется, так что почище будет давать другое. Да и в принципе, я получу эстетическое удовольствие, если приедусь в чистая. Настольная игра радиоизрыва. Она имеет ядерный элемент, который так редко встречается, поэтому надо бы взять. Ладно, пошли дальше. Даже не вижу смысла силовуху, то есть, тратить. У вас слишком много вещей, вы не можете бежать. Пёс, иди сюда, блядь, ты мне поможешь. Хай, мальчик. Обмен. Давай, хватит зевать. То есть, я сейчас тоже начну. Держите пистолеты. Ух, не посидите, вот этот ствол, да, бесшумный, сильный. Неплохой, реально, выпал неплохой. Но свой келлоговский я не отдам пока, он слишком хороший. Вот, пистолет, пулемёт, тоже зачёт. Мало дамажит, но прикольный, гангстерский. Нихуя себе. Штыковый снайперский карабин, которым я стреляю. Забирай, по хорошей цене уйдёт. Ладно, пока хватит тебе. Опять же, свёрнутая Бостон Бьюгл. Хрень. Представляет пулемёт? Я вот здесь, кстати, по крышкам очень неплохо чувствую поднимусь. Прям очень неплохо. Стимулятор Радыкс. Без лишнего шума и пыли. Подсвета мне. Чтоб ничего не забыть. Не, вроде нормально. Погнали в следующий. Опачки. Ядерная батарея 8. Эх, но я уже таким не стреляю. Не знаю, хорошо это или плохо. Отвёртки. Золотые, кстати. Чё-то я охуел. Уже золото тоже не собираю. Они, наверное, стоят приятно. Хоть и краденые. Интересно, тут есть распределение на краденые вещи, не краденые вещи. Я не обращал внимания на такое. Вот в обливионе был. Хотя я в него и не играл, но меня это тогда очень удивило. Что то, что я спиздил, я не мог продать никому, кроме какого-то там торговца, который хуй знает где. Неприятно было, правда скажу. Такс, ну и последний складец. Сейчас не об этом. Вас не видят. Прекрасно. Выше, понятно. Сказано, сделано. Входим быстро, уверенно. Парень сбитый. It's on. Подавление. Этот парень готов. Ух ты, ёб твою мать, я вас не видел, пацаны. Где там второй? Ебать, а ты откуда взялся? Девять патронов. Все твои. По псу сзади? Кто там тебя хуярит, пёс? Я тебе, сука. На шашлык пущу, блядь. Нас, сука. Попробовал сейчас гэшкой ударить. Ух, сильный удар, смотрите. Бачком. Это шериф. Всем стоять, не двигаться, блядь. Шериф шутить не любит. Вот они, на моём уровне где-то здесь. Что за хрень? Понял, где-то, наверное, дальше надо проходить. Да, вот здесь. Поднять руки или я буду стрелять? Я стреляю. Шериф обещал, шериф сделал. Ух ты, ёпт, вы мать. Кэмпер, забился в угол. Пау. Ты в отставке, комиссар. С этим тоже закончили. Представляет пулемёт. Продвинутые пистолеты. Эти пар, ребят, неплохо меня просадили. Что у нас тут? Антир-1, ментанты. Где вы спали? Мне нужно у вас дремнуть, часок уйти. Не против, если... О, тоже очень полезная штука. Стимпак, который я не буду себе мазать. Даю не глобусы, а то болты. Чувствую, сейчас у меня опять будет перегруз. Потому что я нагружу себя всяким калом. Картофельные чипсы. Ребята, вы тут спали? На этих складах? Потому что я не обратил внимания. Грязные чёрные костюмы, пистолеты, пулемёты. Сейчас мы всё это впарим. Пистолет, пулемёты, грушечные грузовики. Пистолеты, опять же. Блядь, ну не могли же вы здесь не спать? Не заставляйте меня возвращаться на другой склад и там ложиться спать? Это неэтично. Бесборный пяток. Крышка одна. Нищеброд, сука. Шашлыки, патроны. Где-то здесь вы дремали, стопудово. Пустая маслёнка. Бля, прикинь. Во всех складах они спали, а эти, сука, не спали. Ладно. Ладно. Можно было бы их покушать, но они недостойны, они не спящие. Мясо, которое я давно не спал, это невкусное мясо, поверьте. Оно такое, знаете, тяжёлое. Съешь, ходишь весь день беспокоить что-то. Пойду лучше в тот склад, где меня ничего не беспокоит. Правильно? Сюда вот, например. Вас обнаружили. Да кто? Сейчас я проруюсь здесь уже, охранники этого мэра. Оперативно работают. Хорошо. Тут они, по-моему, тоже не спали, они повыше там спали где-то. Вот тут где-то койки были, отлично. Вы не можете показывать, тут как? Тут никого, кроме меня. Суки, найдёте. Ладно, один стимпак. Один. Ладно, два. Хорошо, два стимпака. Я всё равно вывез больше. Мне стыдно и двумя стимпаками замазаться. Это при том, что я ходил и веселился. Как прогулочка в парке была. Не почистывал бичей. Такс. А тут уже всё? Не попасть? Раньше здесь к морю заходил. Вообще без проблем. А, я же потому что роботу сдавал. Господи. Точно. Третий рельс. Сейчас роботу и впарю всё. Заберу награду и впарю. Йоу! Я тебе морду набью, слышишь? Если вы пытаешься меня выбросить. Я вашу певичку того-этого пёхаю. Обратил бы это не... О, сейчас снова живая музыка. Давайте-ка. Тихим ходом. Я уже еле хожу. Как только переоделся, оно же не это... Где мои модные очки? Оно же не вместительное. Я подумаю. Да, да. Есть такое. Классный котелок. Да, пожалуйста. Деньги вперёд. Это ты мне сейчас деньги вперёд будешь давать, клоун? Деньги говорит вперёд. Я по-другому не наливаю. Ты видишь, кидут пистоли? Там уже деньги кончились, слышишь? О чём с тобой можно разговаривать? Скажи мне. Так. Раз мы выпили... Тут больше работы ни у кого нет? Хорошая был бар. Ты не знаешь, за ней круши кромса. Я ещё хотел в боевую зону заскочить. Мне интересно, чё там. Я помню, я её открыл и потом не пошёл. Тут гасится медиксами. Блин, а урон... Этот нож, который кровотечение отпускает, это вещи, ребята. Это просто вещи. Это даже круче наркоманского ножа, который у меня где-то валяется. Я его перенёс, кстати. Я всё из дома от Сиди перенёс. До свидания. Классное заведение. Мне нравится. Вы молодцы. Я вашу пивичку ещё зайду там чпокнуть пару раз. Блин, охота, кстати, напарника всё-таки поменять. Собака весёлая, но она даже со мной не общается. Мне нужен какой-то друг. Я уже не могу. Это воняет от тебя. Всё по-старому. Посмотрим, что у тебя есть. Оружие я тебе уже всё отдал. А не, пистолеты пулемётов. Выебать курс, хорошие пистолеты пулемётов. Видимо, в ходу. А тут я ничего не брал. Нагрудник-разрушитель, да. Здесь у нас всё. Свинцовая эмалира. Ещё какая-то была мега-броня, да. Вот, боевая. Десятку. Ну, у меня тоже очень хорошо у Грейжина, поэтому даже нет смысла. Так. Собака. Давай. Игривое рычание. Давай, игривое. Пистолеты пулемётов здесь очень хорошо стоят. У тебя хватит денег, Клево? Я понял. Девушка. Девушка. Да, у тебя хватит денег на всё это. Я ещё так сильно, как у тебя есть, ни разу не торговал. Так. Так, мощные пистолеты пулемёты. Но, в принципе, вы знаете, я даже вот очень хорошо вывез с этой ходки. Вот даже, не знаю, как сказать, очень-очень мне нравится. Потому что я очень много потратил. И вот я возвращаю было. Если бы я не тратился, я бы был очень богат. Сорок пятый калибр. Ну, не калибр, а миллиметры. Вы, наверное, не обижайтесь, потому что я люблю оговаривать. Мне просто так проще сказать. Не так, блядь, много. Ну, полегче ты. Ну, 96, да? И всё, и забыли. Так, чё? Давайте сберем до боевой зоны. Здесь недалеко она была. Она у меня даже есть. Прут лебедя. Ух, блядь, лебедь. Дикий. Вот она, боевая зона. Сразу переоденемся. В случае, если понадобится харизма, мы всегда можем переоденеть со мной. Ноги, руки, нагрудники, шляпа и тёмные очки. Так, рука бога один должна быть сейчас продана. Сорочняк как. Она только место занимает. Здорово, я не знаю, кто ты. Собственно, все здорово, смотрите, уважают. У, значит, уважение. Обмен. Там есть вариант, что ты такое. Спросим, что оно такое. Моя одежда, где рука бога один. Продана. Так, понял. Что ты такое? Я голенький. Я женщина, разве не видно? Не, не видно. Ты робот, нужно ответить. Давай-ка, сейчас. Только не торопись. Я женщина, говорит, разве не видно? Да, нет, может быть. Сейчас я тебе скажу, блядь, кто-то есть. Поверь мне. Перевоплощение в стиле героя. Конечно, ты. Это просто... Угу. Очень женственный робот. Назначение штурматрон. Разработан с целью выполнения разнообразных задач по обеспечению безопасности современного человека. Штурматрон. Вывод по истечении периода прогона. Зачем работать на человека, если можно работать на себя. Назначение КЛ. Клео. Понятно. Полностью независимый предприниматель. Неплохо. Этого для вас достаточно роботевизизировано. Что будете покупать? Штурматрон? Пойдем со мной воевать. Так меня назвали мои создатели, но я считаю себя женщиной. И я завидую магазинам, где продаются очень большие стволы. Так что вам угодно. А что есть на продажах? У меня все, что может убить человека, кроме суицидальной депрессии. Ее, к сожалению, не продашь и не купишь. О, поверь мне, многие продают. Мы делаем бизнес? Будь здоров. Динамо. Нормально. Я, блядь, не продал, что ли, руку Бога? Рука Бога 1. Нужно продать ее срочно. Так, сногрудник разрушителя. Шляпку. Темные очки. Рука Бога 1. Ты должна быть продана, блядь. Клэо. Не волнуйся. Отдам по дешевке, уже переоделся. Все время забываю одеть военную одежду. Давай быстрее, блядь. Как же... Раньше можно было на Ешку пропускать, сейчас нельзя. Да, я готов. Отлично, продано. Так, где моя грязная армейская форма? Сила и ловкость плюс 1. Вообще ништяк. Варб в боевую зону, пожалуйста. И если не затруднит. А потом, наверное, пойду в броне на Братство Стали. Задачки. Их. Потому что давненько я к ним не появлялся. Они, наверное, про меня уже забыли. Про своего рыцаря. Рыцаря, который служит верой и правдой. Уже пол-левела качнул. Тем временем. Неплохо, неплохо. Там есть перк, который прокает на некоторые вещи. В зависимости от того, что делать, он случайно прокает и дает обе-то в 3-4 раза больше опыта на шару. Комбо-зона. А, это арена. Ёб твою мать. Поехали на арену. Что? Правило. Томми. No fighting outside the cage. Не драться за клеткой. Томми правило 2. Нет крышек? Нет входа. Крышки есть. Томми правило 3. Lighting or begging? No. Никаких у этих самых. Никаких, сука, молитв. Ну, то есть, никаких умоляний и прошений. Rule breaker will be shot or worse. Ну, кого будет нарушать правило, того пристрелят. Хорошо. Этим правилом я могу. Не драться снаружи клетки. Если что, 5, я не первый начал. О, будет выполнить. Я смотрю, у меня даже квас здесь есть. Вот так вот. Че у нас за боевая зона? Я смотрю, зону боевых действий. Блядь, надо все-таки... А вот они здесь. No fighting, no caps, no begging, no loitering. Блин, не знаю слова loitering такое. Rule breaker. Где rule breakers? Где они? А, вот это вот они сидят. Кто-то дрался там? Срыжки пока заберу, до военные деньги. А, вы здесь просто сидите. Я могу к вам зайти. Терминал открыт средний. Че, давайте пока никто не видит? Вас обнаружили. Это они, наверное, здесь сидят, меня видят. Ну, мне можно здесь, он зеленый. Давайте хакнем. Призонс. Призонс. Рундаун. Призонс. Рундаунс. Биатинг. Биатинг. Битинг, призон. Да, может быть, битинг. Ноль. Значит, они N. Призонс. Клиэнс. Может быть... Нет, точно нет. Паззлс. Призонс. Паззлс. Нет, точно не Паззлс. Орлеанс. Орлеанс. Нет, точно не Орлеанс. Сиасайд. Сиасайд. Возможно, Сиасайд. Ладно, херстим. Поехали дальше. Морнинг. Три сходства. Морнинг. Норсинг. Три сходства. Трейдинг. Три сходства. Вейстинг. Легко управление дверью. Открыть дверь. Ну шо? Пойдем глянем, блять, как тут, ребят, все ощущают. Тут сейф просто, я вижу. Сложный. О, ебать, бункер, бункер президента. Надо будет обязательно сходить. Помните бункер, который я не мог открыть, бункер президента. Там правительство еще было, я говорю, о, какой-то правительство шати понирали. Там еще турель охуевшая стояла, которая решает всех, кто ближе подходит. Так, замок, я не понял, что за хуйня? Сложный замок. А в том числе, троны давые на деньги, видимо, для того, кто казнил тут людей. Свинцовый стояк. Хе-хе-хе-хе. Хорошее название, блять, для панк-группы, как я уже говорил ранее. Копель. В смысле, блять, ты что, смешная, нахуй? Ты, блять, что, смешная? Факен хел. И ты смешной, блять. Хороший ножик, слушайте, крепкий. Собака. Что мой противогаз, кастет, дружная одежда. Хотя этот парень не выебывался, просто под горячую руку попал. Не люблю, когда мне грубят, блять. Не люблю. Блять, надо бы это. Собака, ты там не... А, ну ладно, пусть им. Это не я. О, хуярила прямо там. Давайте посмотрим, кто кого. Ух, там прямо забило. Женщина забила мужчину. Невероятно. Ёп твою мать, а! Слышь, в чем проблема, блять, ребята? Вы че? Я хотел подраться. А так придется вас всех выпиливать к хуям собачьим. Ну шо, вы счастливы? Собака хуярит кого-то, надо хелпануть ей. Она нас сверху что-ли где-то? Давайте поднимемся, тоже больше. Пошел нахуй. Ребята, а ведь я с вами бы подрался. Без говна. Не могу попасть. О, пробнула. Блин, он шел. Дичь. Блин, здорово. Я надеюсь, кто-то со мной все-таки захочет здесь поговорить. Блять, аренка пиздато, я бы поучаствовал. Даже хочется как-то загрузиться и попробовать на везение. Перестрелка. Собаку прихуярил. Ну-ка. Полный раш. Опа, у нас тут крутой, у нас крутой, ребят. Крутой парень с мачете, блять. Он нахуй взял. Блять, дело очень плохо. Быстренько. Быстро, уверенно. Извини, братан. Только я прошу об одной услуге. Не надо меня трогать сейчас. Я сейчас не в настроении. Я очень хочу подраться с вами на ножах. И чемпиона вашего хочу тоже. Опа. Ну-ка, давай, блять. Еще разок. Прости, родной. Шот, песик. Сейчас закончится, не ссы. Сейчас я его застрелю. Ну-ка, сука, встал. Как ты это пережил? Готов. Поговорить с тобой. Я слишком красивый, чтобы погибнуть вот так. Да вы, слышишь, ребята, вы сами на выебывались. Я пришел поучу. Сейчас я не собираюсь вас убивать. Я спокойный молодой человек, блять. Я изначально зашел со всей душой, блять. Мы, наверное, натравили своих собак, суток, которые почти меня убили. И меня по-хорошему надо было разозлиться на вас. Но я же не злюсь. Собака, блять. Хватит топтаться по еде. Мы же будем ее есть. Блин, правда, что собака не присоединятся ко мне, когда я трапезничаю. Я бы очень с удовольствием с ней отобедал. Конечно, с отдельных тел. Но все еще. Я же, блять, не животное есть, собака от мне тоже. Я бы тебе морду набил, слышишь? Вы мне сейчас будете крышки платить. Вы просто не подозреваете, что я человек хороший. Да, мы, говорит, тебя болели. Болели все время. Ладно, я наелся. Ну что, суки, на дети? Сейчас будем играть в жмурки, блять. Знаете правила? Ну, давайте попробуем. Что там? Как мне? Куда мне к вам? Да. Это вы первые начали. Что с этим парнем? Он все? Родной, блять. Давай. Как ты скажешь, так и поступим. Усач. Стимулятор. Его спасти, Барбос. Проверь его пульс. Что такое? О, ты гуль. Клорида, блять. Таких еще не видел. Родной, блять. Что за место? Мне показалось у вас неприятности, вы у меня обязаны жизнью, блять. Ты остался неуделом. Я чувствую, что я его пристрелю сейчас. Ее тоже. Да, пошли. Она типа, боец. Наркоманка? Что думаю, о Кейт? Я не обратил внимания. Я не уверен. Я не догадался. Да, я думаю, что ты был очень busy убежать дом. Попробую работу. Это делает мне думать, что ты хорошая, чтобы сделать мне удовольствие. Это мой предпочтение. Я вдруг не получил, что не получил, что не получил, что не получил, что не получил. партнер на храме нужно но почему сейчас я перевоплощение сделал нет неинтересно мыслики да я на самом деле честно говоря у него веснушки она рыжая ну у меня есть плюс она наркоманка это что это был конкретный плюс сука я не могу отвернуться от вас блять когда я смогу отвернуться я хочу переодеться в этом увидеть эту жизнь не дают передец почему всегда же срабатывала давай пожалуйста или мне придется загружаться и подходить переодеваться но все не будет до будем загружаться судя по всему ничего не поделать раньше всегда срабатывала теперь не работает да 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 такое сначала это тупой браток засеиви меня пожалуйста не убивай я буду хорошим мальчиком а потом начинает уступить контракт остался не удел скользнула от него на чём контракт 200 крышек как всегда по старым почему а вот и Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Слушай, правда, все это хорошее, это делает тебя не внимательным. И я не хочу быть человеком, который делает комментарий, когда ты наконец-то на землю. Хорошо? Так что, делай мне это дело. Две. Пожалуйста. Я хотел знать, что Кейт думает. Не знаю, я могу сказать все это? Это не как работает контракт. Ага. Ага. Да ты мне тоже не особо нужна. Вот в чем дело. Да ты мне тоже не особо нужна. Вот в чем дело. Джейзус. Пункт получен. Ада, девочка. Так, она на борт. А теперь, что и ты? Конечно. Я могу использовать кого-то, смотря на меня. Хорошо. Это осуществлено. Эй, возьми это. Это пауза из прошлого года. Экстерминируйся. Так, просто ждем. Что именно ты будешь делать без меня здесь? Да. Да. Ага. 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 Он готов. Эй. Что же это такое? Эй. Что это такое? Ты, кстати, не хочешь подраться? Говорить? Опа, видели? Только что было это Мысли, отношения Мысли? Отношения? Все эти Уакензи меня отзываются Угу Отношения Как ты чувствуешь о нас? Я не знаю, если ты любишь меня Или если ты просто хочешь использовать меня, чтобы сцепить огонь Для тебя Я думаю, только время скажет Наверное, да Не важно Нет проблем Нет проблем Да на самом деле, я от тебя много и не жду Ты как-то резко на меня упала Как снег на голову Он спит Сейчас мы вскроем Радиоактивировать Ладно, поехали С боевой зоны тоже закончили Очень быстро Ладно, братство стали Надо бы Пойти сделать работку для них Тексты веселые ребята, кстати Так, я их и не ел Да, военные деньги Говорят, кстати, что Они очень хорошо стоят Некоторые камеры Это проще хрень Погнали в братство Скоро лаву лака будет уже Неожиданно Я знал, что не сойдет ваше убийство с рук Давай резче Рыжая Кстати, может ее приодеть? Я никого из них не приодеваю А боевая броня у меня есть Давайте попробуем ее приодеть Хоть какой-то будет долг Я даже не знаю, с чего она стреляет Или она просто будет руками драться Если она будет просто руками драться Далеко она не уедет В моих заданиях братства Да и в принципе Тащить в братство стали наркоманку Нехорошая мысль Говорить обмен О, блядь, нет Неважно Да, да Обменчик, давай Бейсбольный биток, ясно Она, блядь, долго не протянет Бери пистолет Не знаю, тебе нужны патроны или нет Но мы это узнаем Я надеюсь, что не нужно Потому что если тебе нужны будут патроны Ты пойдешь нахуй смело Это я тебе сразу говорю Боевая броня Для правой руки Для туловища Так, так, так Что тебе еще осталось? Две ноги осталось еще Ну, блядь, хоть как Хоть что-то я с тобой могу сделать Слушай, а ты можешь ходить в платье, если я тебя попрошу? Будешь ходить в платье у меня Так Ну-ка, обстановлено А кто здесь защищается? Тут были, кстати, какие-то пацаны, по-моему Так, по инфе Бэк-стрит опарал Раздобыть шнягу Это квартермейстер Дорога к свободе Воссоединение Поговорить с ником Можно и по квесту этому пойти уже По основному? Ладно, ну поехали на братство Я просто хочу уже с братства Мне интересно Музей ведьм Салема О, точно Туда тоже надо сходить Сколько всего надо посетить, ребята? Придван Который я так хочу назвать Придван Еще же есть алхимия Кстати, алхимия реально страдает И в Моровинде Не знаю, как я, ребят Ну, не знаю, как вы, ребят Точнее Я никогда алхимией не пользуюсь Ни в Скай Риме Ни в Ни в какой-то другой сериал Дорс Холл Ни в Моровинде Здравствуйте Тут сразу уважение, понимаете? Когда я вступаю Тут же уважение Ну, что скажешь, родненький? Водяру хлещешь Старейшина Не подобает Такое поведение Да Не слышим Какой? Как те, моя женщина? Сделаю все, что нужно Скрипторы не знают, где искать Под землей Сделаю все, что нужно Найти вход в институт? Излучение Излучение Понял, вы не дадите хотя бы координаты какие-нибудь? Мы все-таки убираем их Но, когда мы вступили в команду, чтобы исследовать Они исчезли Просто посмотрите ваши степи Я не буду удивлен, если энергия Вреда была излучена Немного типа Института И поэтому они должны быть уничтожены Но, в принципе, симпты решают людей Есть ли какие-то Пре-вторые века О том, что может помочь нам? Наши века О том, что институт Из-за ремененции Пре-вторых Общий Общий Институт Технологии Руни Общий В центре В центре Но уже нам вас вычисли Локация, которая умерла, уже несколько лет Так, разве что, что трейл закончен Никто, пожалуйста Не, значит Девушки Открыть Свободен Говорит он мне И Ты дал мне квест Дорога к свободе Зов свободы Поверит Забрать у протектора Техническую документатуру Открыть личное хранилище Ознакомиться Открыть личное хранилище Ознакомиться Да, оно здесь У меня здесь есть личное хранилище Или это не здесь все-таки Можно я гляну все-таки Нет, оно где-то здесь Но скорее всего просто нужно будет Либо подняться, либо опуститься Я так понимаю, надо будет пойти в основную Да, главная палуба А это подняться Не, братство, конечно, нормально Мой личный хранилище Ядерный блок, ядерный батарея Спасибо, пацаны Шус, хранилище, кровать, патроны Гладкоствольная шняга Опа, личный дневник 142 Скриптор Нейсри Ты мой сосед? Ловбизи Ловбизи Не ошибся, мы работаем Расскриптор Нейсри Я в этой металле 18 часов в день Я пока не могу решить, кто сможет Солдеры или Молрады И что происходит В конверсации между грантами Это сделает мутантам Слово. Я хочу поговорить с Проктором Куинландом Филдскриберы не могут быть так плохо Задание искать Поговорить с Бобби, забрать, ознакомиться Поговорить с Эботом у стены Станция Энтри, уничтожить рейдеров Ознакомиться с делами. С какими, блядь, делами? Это явно не здесь Здесь? Не может такого быть Нет. Ознакомиться с делами надо В Даймонд Сити. Да и в принципе надо в Даймонд Сити Идти, потому что надо поговорить с Ником, если я хочу Разрулить все вопросы Про разрулиние всех вопросов я имею ввиду Нам на мостик, да Я имею ввиду это найти институт Как и сказал Наш главный старейшин, при этом не указав Ни сука совершенно никаких координат Поэтому я и говорю, что молодого Выбирать нельзя Разбрасывается рангами типа рыцаря Сказал, что засек сигнал Какой не понимает Спасибо большое Я уже был отчастлив, но ты Сделала мой день Так, давайте Нам в Даймонд Сити теперь Затрем с Ником Все будет хорошо За силовухой бы сходить, конечно, в содружество еще Ибо потерял я ее там Ну, в каком смысле потерял Не потерял, а забил Согласен с тобой Мне тут одного парня пришить надо, кстати В конец озверел, сука Сдает меня, кому не лень Говорит, я убил человека Я-то, в принципе, убил, но Че он меня сдает С таким парнем нельзя в разведку идти Я ему помог еще между делом А он, это, вот так вот мне отплатил Пайпер здесь Он мой клиент, Пайпер Почему ты не научишься Не спешить на Сноупе На Чем-то Чем-то Ну, ну, говори о дебиле Ты вернулся Привет Не с твоим сыном Да Такое и есть Что случилось? Ну, как тебе сказать Ты виноват Ты был прав Ты прав, Ник Келлахад У меня был мой сын Угу Я понимаю Я хорош науке Помочь тебе Сарказм, блядь О, мистер Металфрендс Не знает, как возвращаться в факторию Нет Я забрал эту часть Ориентационного фильма Когда они были busy Пусть меня сняли И снова Снимали Смотри Счастливое Что-то Я не знаю Я исследую Эти хреба За несколько лет Сейчас Коммунвелл Бугимэн Коммунвелл И хребен Всего Правильно В Наверные В В В В В В В В В И иногда они заставят старые сентябры и напишут нам, что они выходят, но на сегодняшний день есть одна вещь, что никто не знает. Институт где вообще находится, или как выйти. Именно. Но есть один человек, который знает, да? И человек, который им шоан. Келлог. Ах. Что ты думаешь, это не важно. Он умер. Да. Я считаю, что институт, что только человек на外側, не был такой, который был виноват. Именно, именно. Ум. 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 Ничего страшного, Ник. У меня есть ошибка в старых субротинах? Смотри, есть место в хорошем городе, который называется «Меморий Ден». Я знаю, 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 знаю. Если кто-то мог получить мертвый мозг, чтобы петь, это будет доктор Амари. Моя мозг, внутри «Меморий». Понял. Хорошая мысль. Я надеюсь, что ты прав, Ник. Давайте посмотрим. Я думаю, что мы будем нуждаться из мозга Келлога. У меня с тобой. У меня есть мнение, чтобы привести к Амари и узнать, что это будет работать. Я взял с собой. Серьезно? Я знаю, что это «Гризли», но какой выбор у нас есть? У нас нет лидов. Ничего. Эта старая «Мерк» мозг может просто иметь все секреты, которые мы нуждались. В самом деле, я думаю, что я уже есть что-то. Келлога у него вот эта вещь, поднялась к голове. Сибернетик, да? Мы, может быть, просто победили лотерей. Если мы ездим на этот «Крэзи Брэйн Трейн» или нет, мы все не можем идти, и все остальные. Кто с тобой? Не вы оба. Если я вам познакомлю тебя к Амари. Но если вы хотите идти туда вместе, просто скажи так. Не, Ник, прости, братан. Я, пожалуй, пойду. Скейт. У меня уже есть кто-то с мной. Я познакомлю тебя там, Ник. Хорошо. Скейт до Дэна. Не волнуйся. Мы соберем тебя вернуться. Только несколько шагов. А, ну, вы два остались. Я сделаю больше исследований. Я буду в публике, если нужно. Такая толпа тут. Я и три моих напарника. Опасные мысли. Поговори с доктором Амари. Ладно. Не будем отступать. Поехали к доку. Там, наверное, можно будет много сейчас. Сейчас бы меня там поприветствовали, здорово. А я бы это уже и сам поприветствовал себе. Что? Показалось. Так. Где там? Что они мне показывают? Я-то знаю, куда мне идти. В добрососедство. Инфо. Опасные мысли. Ты? Нет, ты мне не нужна. Вообще нисколько. Ты? Теперь я иду по сюжету, и у меня все открыто, и все прекрасно сделано. Без лишнего шума и пыли. Поехали. И в дом Келлога я раньше попал, всем надо было. Такс, ну, к Хэнкоку мне не надо. Пока что, по крайней мере. Кто-то красный? Она умерла в глаза, когда смотрит шагов. Он ее еще не видел, и уже сказал про нее. Совсем как моя женушка. Моя напарница. Вскрывает лица. Наверное. Не могу знать. Я даже не знаю, будет ли она стрелять с пистолета. Настолько она у меня загадочная. Ну, мистер Валентайн. Я думала, что ты забыла про Паломию. Может быть, ты выходил из дома, Эрма. Но я никогда не выходил на тебя. Хм. Хм. Амари внизу, ты большой флёрт. Доктор Амари? Здрасте. Я думаю, что это не социальный флёрт. Нет. Мозг Келлога. Мы нужны твоей помощи, доктор. Мне нужны памятники от человека, который называется Келлог. Но он умер. Да. Я знаю, что она просит за чудеса, Амари. Но ты снял из-за невозможности. А ты так милый? Нет. Возвращайся к тому, что ты спрашиваешь мне, чтобы уничтожить тело. Не, не, не труп. Ты не понимаешь, что памятные симуляторы требуют интактные, живые мозги. У нас есть стим-план. Я имею в виду... Технически, уничтожен уже. Этот мертвый мозг уничтожен знаменитого института Амари. Большой сарказм, сука. Не работает. И так мы. Хорошо. Я взгляну. Но нет гарантий. У тебя есть? Вот что я могу найти. Что это? Это мозг? Да. Это... Погоди. Это модуль памяти. Это модуль памяти. Господи боже. Эх... Ммм... Эти циркулы выглядят очень знакомы. Я не удивляюсь. Из чего я вижу, все институты технологии имеют похожую архитектуру. Ну конечно. Без лишних объяснений, пожалуйста. Мы взглянули мозг-имплант в мистер Валентин. Я считаю, что он... способен принимать риски. Да. Почему не? У меня есть место в моем голове. Угу. Спасибо, Ник. Спасибо, Ник. Я не думаю, что ты выживешь, если честно, с самого конца. Я не думаю, что ты выживешь, если честно, с самого конца. Поэтому постараюсь тебя поменьше использовать. Нет проблем. Узнаешь пистолет? Узнаешь пистолет? Я эксперт в научных технологиях. Любой терминал взлома. Давайте изломаю его голову. Способ взлома. Я интеллектуал. Спроси меня. Что, если бы мы использовали бы? Мы выживали вы и мистера Валентин в мемориуме. Узнаешь пистолет в мемориуме. Узнаешь пистолет в параллель. Он как хостер. А, в разные? Хорошо. Поехали. Начали. Сидите там и держите руки. Увидимся на другой стороне. Увидимся в мемориуме между трансплантом и хостом. Увидимся в мемориуме между трансплантом. Он дегенерировал, но он там. Мы будем выложить вас в самые сильные мемориумы, которые мы можем найти. Они не могут быть стабильными. Увидимся. Вы слышите меня? Да. Симуляция работает, хотя мемориумы довольно фрагментарные. Я буду пробовать вас через интактные мемориумы. И надеюсь, что мы найдем одну, которая дает нам что-то впечатление в локацию института. Я готов. Рассказывайте. Там. Это первая мемориума, которую я могу найти. Помните. Ты испытываешь эти мемориумы как Келлог. Это может показаться неизвестным. Сынок! Сынок! Нет. Это Келлог. Я. Мама. 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 Она не любит. Но. Она меня любит. И в свою сторону. И она меня защищала от отца. Это у нее больше. А у нее не было несколько битвов. Я никогда не знала, что произошло с ней после я уехала. Я не хотел знать. Не тогда. Я был такой длинный в то время. Что я знал о том, как работал в мире? Я думаю, что теперь она хочет меня убить его. Я должен был. В то же время, я уехал. Я сказал, что я хотел найти где-то, где-то под поднимутся в НСР и все их правила. Но, действительно, я уехал от желания не защитить ее от папы. Да, это не важно сейчас, но. Люди всегда спрашивают для чего-то лучше. Они обычно endут с чего-то плохого. Папа был either drunk или не рядом. Я думаю, что он мог бы уехал с одной рейдер-гангой, но я не знал, что он сделал. Не знаю, почему мама была с ним. Может быть, в некотором моменте в жизни он не был полностью хрень. В этот момент, в вашем случае, мы должны идти дальше. Это не должно быть, что мы хотим. Да, мы зато узнали про Каллогишев. Неблагополучно было. По крайней мере, не он, а его семья. Опа. Попробуй это. Я доступ в спиноннюю Сара. Ты что, королем был? Он был одним искренним. Нет, вряд ли. Угу. У него сын был! Дальше. Дальше. Я подружу. По сравнению с тем, что происходит после чего. В нем, действительно, понимаешь. Это, в самом деле, как случилось. Это, как случилось. Будет прикольно. Я был worst, которое с которой случилось. Да. Ничего подобного в НСР сегодня. Не, я не говорю, что это был ошибок. Просто... Ты уверен, что эти ребята знают, что они делают? Они выглядят как зеленые. Я знаю, но это где я приезжаю. В несколько лет я буду проводить мою собственную команду. А когда я сделаю связи... Что я думал, что человек, как мне, должен иметь девушку? Нет, я... Я никогда не удерживал ее. Не за один секунду. Тогда я могу тебе дать все, что ты хочешь. И маленькая Мэри тоже. Я никогда не беспокоилась о тебе раньше. Может быть, что моя мама инстинкты закрывают. Кто знал, что у меня были эти, да? Давай, ты хорошая с ней. И ты не можешь беспокоиться о мне. В большинстве это просто защищение для нее. Многое стоят вокруг, выглядят тяжело. Ну, они точно выбрали правильного человека для этого работы. Слушайте, это будет круто здесь. Это будет круто здесь. Это, что будет держать тебя и Мэри в безопасности. У меня такая есть. Похоже очень. Ха-ха-ха, это твоя. Я уверен, что мы здесь очень счастливы. Мы здесь. Мы здесь. Ты увидишь. Все в порядке, я ее получил. Давайте продолжим смотреть. Я помню тебя в следующей институтной памяти. Как ты думал, что это закончилось, Келлог? Угу. Ха-ха-ха-ха. Ты думал, что ты мог бы просто разговаривать с нами, и мы не разговаривали с тобой? Просто так что ты знаешь, они умерли, как животные. И ты... не был там, чтобы помогать им. Меня зовут Макс Пейн. Я нашла одну историю, чтобы попробовать. Я сотрудникам. Так что, пожалуйста, мы... так, посетим? Он уже наемник, да? Чаще всего убивали Ну, правильно, тебе дали работу, ты не выполнил никаких денег, шо за вопрос, пришить к хуям Я не волнуюсь, где я был, я в основном перейдя в Сан-Франциско, как я могла, и, может быть Подальше от Сан-Франциско Я не помню много от этого времени Это все взгляда вместе Это почти всегда бар, но это универсальное Так, я слышу, что ты обеспечишь людей Проблемы, да? Если ты мне платишь, то я тебе платить И, эээ, ты сделаешь это все самостоятельно? Да, правильно Мы платим тебе, когда работа закончена, это хорошо? Это так, что ты хочешь делать? Так, кто ты хочешь, оттуда? Ну, это так У него есть его семья, он живет в городе Ну, мы, мы все равно стали ближе Как это было? Господи, беру свои слова назад, мне тебя совершенно не жаль Такая ты скотина Хотя, если бы У тебя уже к этому моменту убили семью, понимаешь? Разочаровался во всем Мистер Келлог Я рада, что ты решила, что с вами Так, ты с институтом Я хотела увидеть себя Первые чувства не были так впечатлены Я хорошо, но я не так хорошо Они меня видят? Но институт всегда могла сделать больше И продолжал их сделать лучше каждое время Угу Они все равно дали мне Но Ты должен быть привыкли к ним, если хочешь работать с институтом Ты уже курил и лысый Уже слышали все различные румы о институте Угу Но я подумал, что они просто Угененцы Угенцы 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 Да и так вот ты крутой! Я делаю, что люди платят мне, чтобы это делать. Если это у вас проблема, я могу видеть только один путь. И что это, мистер Келлог? Если я работаю для тебя, то нет проблем. Из того, что я слышу, ты можешь мне дать. Я не думаю, что ты полностью понимаешь ситуацию, в которой ты. Я думаю, что я могу. Очень хорошо. B-748, начинай. Ммм, впечатляет. Я думаю, что у нас есть что-то, чтобы поговорить, после всего. Возьмем теплее. Один из них должен рассказать нам что-то. Мы идем от этого мозга здесь. Ах, здесь есть один, который выглядит, в основном, в интегрировании. Теперь связываем. Возьмем. Мануэл оверрайд, визитированный. Криогенический статис. Соспендент. Их было двое. Ближние головы никогда не любили принимать отречения от дыхания, как я. Но они нужны мне. И я уверен, что они знали. Угу. А ты сам, к этому моменту. Уже главный заслужился. У него рука кибернетическая. Не, показалось. Что нет? Чтобы кто-то что-то из Института взяли на моем. Кажется так, что она вырубилась. Они не знали, кто это был мы убьем из боба. Конечно. Они не видели, они. Не правда. Это хорошо. Даже тогда, я знал, что это был ошибок оставив его живым. Я понимал, что это подобная победа. Никто лучше. Но я был умолчен, чтобы осознать, что я мог бы обрабатывать какие-то... мягкие, премьер-народные войны, даже если он, как-то, выебал твой труп. Тем не менее, я знаю, что эти институты будут скоро получать что происходит к ним. Еще по поводу креокамеры. Круто сделано. И слову не скажешь. Я рад, что я не мог убить ребенка. Я не говорю, что я не сделал, но... Я никогда не любил. И да... Я думаю, что это напоминает меня о... ее. Да, я бы за тебя поиграл лучше. Я все равно человек. Еще живые, кстати, некоторые, обратите внимание. Лучше, чем взять ее ребенка и оставить ее живым. Надеюсь, это все просто... Да, они все проснулись. ПОД С-6. Сверху до конца. Сверху до конца. Это тот... Здесь. Чего? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...